Мастер-класс от четырехкратного оскароносца в Тбилиси находится с рабочим визитом Марк Бергер, известный звукорежиссер из Соединенных Штатов. Чему учит американский профессионал грузинских студентов, выясняла Анастасия Хатеашвили. Амадеус. Сегодня я задал моим студентам специфическую задачу. Вопрос, как звукорежиссер воспринимает природу звука, в частности в анимационном фильме. Что воспринимают реальнее, а что абстрактнее, звук или картинку. Я хочу, чтобы они научились не смотреть кино, а слушать его. Ведь визуал без совершенного звукового сопровождения, это как жизнь глухого. Ты видишь, но не слышишь. А здесь важно сказать, чтобы мир тебя услышал. В Тбилиси американский ас находится уже больше месяца. Научить грузинских звукорежиссеров чувствовать природу звука для Бергера работа привычная. А для студентов уникальный шанс приобщиться к знаниям звукового мага. Марк Бергер успешно работал над звуковым оформлением более 200 фильмов. Поэтому мастер-класс от четырехкратного оскароносца просто не может не заинтересовать как профессионалов, так и любителей. Абсолютно все лекции Бергера были предельно впечатляющими. Мы пытаемся буквально проникнуть в мозг Бергера и понять специфику его работы. Он учит нас, смотря кино, максимально включать профессиональные навыки. Сегодня он дал нам особо интересное задание. Написать звуковой сценарий для пятиминутного анимационного фильма про пиратов. В арсенале куча звуковых эффектов. От нас же зависит, как заговорит картинка. Марк Бергер работал над такими картинами, как крестный отец Фрэнсиса Форд-Коппола и Мюнхен Стивена Спилберга. Визит профессионала такой величины в Грузию говорит о более чем серьезном отношении к грузинскому кинематографу. Такой была итоговая программа 20 октября. Для вас работал Автанзил Тугуши. До скорых встреч. Автанзил Тугуши